Продолжение следует... Нудно тянулось время. На соседней даче кричал петух. Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору на скамейке, дремал бродячий серп, худой и чёрный. Серебряный тяжёлый крест висел на груди полуголый. Капли пота по ней катились. Выше, на заборе, сидела обезьяна в красной юбке, и пыльные листы сирени жевала жадно. Кожаный ошейник, оттянутый назад тяжёлой цепью, давил ей горло. Серп в меня заслышав, очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я воды ему. Но чуть её пригубив, не холодна ли. Блюдце на скамейку поставил он. И тотчас обезьяна, макая пальцы в воду, ухватила двумя руками блюдце. Она пила на четвереньках стоя, локтями опираясь на скамью. Досок почти касался подбородок. Над теменем лысеющим спина высоко выгибалась. Так, должно быть, стоял когда-то Дарий, припадая к дорожной луже, в день, когда бежал он предмощную фалангой Александра. Всё воду выпив, обезьянное блюдце долой смахнуло со скамьи, привстало. И этот миг забуду ли, когда мне чёрную мозолистую руку, ещё прохладную от влаги, протянуло? Я руки жал красавицам, поэтому вождём народа ни одна рука такого благородства очертаний не заключала. Ни одна рука моей руки так братски не коснулась. И видит Бог, никто в мои глаза не заглянул так мудро и глубоко, воистину, до дна души моей. Глубокой древности сладчайшие предания тот нищий зверь мне в сердце оживил. И в этот миг мне жизнь явилась полной и мнилась. Хор светил, и волн морских, ветров и сфер мне музыкой органной ворвался в уши, загремел, как прежде, в иные, незапамятные времена. И серп ушёл, постукивая в бубен. Присев ему на левое плечо, покачивалась мерно обезьяна, как на слоне индийский магараджа. Огромное малиновое солнце, лишённое лучей, в опаловом дыму висело. И зливался безгромный зной на чахлую пшеницу. В тот день была объявлена война. Владислав Ходосевич, милому другу. Ну поскрепи сверчок, ну спой, дружок запечный. Дружок, сердечный спой, послушаю тебя. И, может быть, с улыбкой обеспеченной, припомни всё, и то, как жил любя. И то, как жил потом, счастливые мгновения, в душе измученной похоронив навек. А там, глядишь и сну под это пение, так поскрепи сверчок да человек. Грузья заветные, у печки для потепли, живём себе живём, скрипим себе скрипим. И стынет сердце уголь сезон пепли, и всё былое, призок отзвук дым. Для жизни медленной, безропотной, запечной, судьба заботливо соединила нас. Так пой, шурши, скрипи, дружок запечный, пока огонь последний не погас. Субтитры создавал DimaTorzok